Добрый день всем любителям ютуба! Если вы зашли на это видео, значит однозначно вас интересуют такие штучки как фонарики. И сегодня я вам расскажу о своем новом приобретении, который мне попался чисто случайно. Фонариков у меня много, но я не перестаю серфить интернет, искать новые интересные модельки. Вот недавно на сайте Милитарист нарвался на такой фонарик, называется он МТЕК ПИ-21. Милитарист занимается продажей амуниции, снаряжения для военных, для страйкбольщиков. И вот у них такой непризнационный фонарик китайского производства. Вот смотрите, пришел в такой коробке, вообще ничего не написано, пустая коробка написана номер П-21. Мало того, я сам не люблю показывать вот эти все там инструкции, больше люблю про фонарик. Смотрите, где пришел он под эзидой фирмы ХАКСБИ ЧАЙНА. Вот этот фонарик, вот видите, где у меня написано ХАКСБИ ПИ-21. Здесь написано МТЕК-21. Понятно, что немецкая фирма МТЕК закупает или производит эти фонарики в Китае, ставит свою лейбу на фонарик и продает свой продукт. Ну, неважно. Вот вся инструкция такая на этом, на китайском языке. Ну, я думаю, для фонарика инструкции большой не надо. А, ну да, вот что здесь хорошо написано, то, что элемент питания для нее 1,2-1,5 вольт, одна батарейка АА. И вот если вы будете покупать для нее аккумулятор, то этот аккумулятор советуется емкостью 2000 мА. Ну, все это в сторону. Теперь о самом фонарике. Фонарик сделан из алюминиевого сплава. У него один светодиод КРИ-XRE-P4WC мощностью 130 люменов. Вот. Головка и кнопка откручиваются. Стальная клипса. Длина этого фонарика 98 мм. Толщина или диаметр 20 мм. Вот смотрите, как он лежит в руке. Ну, фактически фонарик такой ручной, второстепенный, не основной фонарик, где-то подсветит. Очень мне понравился по размеру. Вот смотрите, вот фактически как нож. Вот нож на карман, вот фонарик. То есть, что нож прикрепить, на карман повесить, на клипсу, что фонарик. То есть, место в брюках, в кармане он занимает точно так же. Покажу, как он собран и с чего собран. Значит, головка со светодиодом. Контактное поле. Не знаю, контакты тут явно не позолоченные. Обычные контакты из какого-то цветного металла. Линза стекло. Не знаю, какого качества. Нерифленый рефлектор. Так, батарейка. В комплект фонарика не входит. И кнопочка. Значит, кнопочка. Кнопочка защищенная, прорезиненная. Значит, кругом уплотнительные кольца. Есть. И здесь. И на головке. И на кнопке. И вот смотрите, в чем фишка этого фонарика. Вот видите, такая стальная клипса. То есть, если я головку прикручиваю сюда, а кнопку сюда. Клипса. Ну, на карман, там, на джинсы и так далее. Если мне надо, допустим, повесить фонарик на кепку, я меняю головку. С кнопкой местами. Я в этом фонарике вот первый раз такое увидел. Смотрите, я меняю. И у меня получается клипсов с другой стороны. То есть, не надо рвать вот эту стальную клипсу. Снимать, переставлять. Просто поменяли кнопку и головку фонарика местами. Вставили опять правильно батарейку. Не перепутали. Плюс-минус. Вот таким вот макаром. И у вас полноценный фонарик, который можно прицепить на кепку, еще куда-то там. И уже там ехать на велосипеде. И уже регулировать фонарик. Свет его головой болтаю. Вправо или влево. Ну, вот смотрите, какой у него засвет. Вот ходспот. Значит, центральное пятнышко. И боковая засветка. Очень яркий, мощный фонарик. Позже прервусь. Покажу, как я его испытывал в подвале. Да. Значит, впечатление. Впечатление. Впечатление только положительное. Вот все, рифленое здесь. Легко откручивается. Я думаю, что, конечно, в воду его бросать не надо. Потому что он незащищенное. Вот это слабое место. Это, наверное, кнопочка. Вот, кнопка защищенная. Фонарик можно и ставить, и ложить. Вот, он не падает. Вот. Но самая главная, конечно, фишка, это его размер. И универсальность элемента питания. Все-таки, одна батарейка, вот, не проводил испытания. Не знаю, сколько он продержится. Но, как вспомогательный фонарь, я думаю, он вам очень пригодится. Где-то в гараж, в барсетку, в карман положить. Маленький, но очень мощный. Ну, мне лично вот немножко неудобно вот так его включать. Как-то вот для руки не очень удобно. Был бы он подлиннее, подлиннее удобно. Но если его взять, допустим, вот так, то включать уже удобно. Вот так удобно включать, вот так вот пальцем. Вот так вот включать не очень удобно, пальцу неудобно. Ну, это уже зависит от личных предпочтений или там физиологии. Ну, допустим, мне так неудобно. Вот так удобно. Как-то взять его, вот так держать. То есть в карман, в рубашку, в джинсы, в куртку, куда угодно. Отличный. Дальше я прервусь, покажу тест фонарика в темноте. Ну, вот сейчас я спустился в самое темное помещение нашего здания. Это подвал. Такое, знаете, совковое бомбоубежище. И вот в абсолютной темноте сейчас включу фонарик и проверим, насколько он хорошо светит. Ну, вот. Вот смотрите. От того места, откуда я свечу, до стенки, до стенки, фактически 60 метров. Вот фонарик на одну батареечку. 130 люменов. Вот такой. Вот такая дальность. Вот такой у него ход спот. То есть центральная яркая пятнышка. И вот такая боковая засветочка. Сейчас для сравнения я вам включу свой другой фонарик. Nightcore MT-06. Вот этот фонарик стоит, я говорил, 240 гривен. А вот фонарик, который стоит 840 гривен. Вот сейчас один режим. А вот мощный режим. Вот 165 люменов. Nightcore MT-06. Фактически точно такие же показатели, как 130 люменов. Ну, то есть вот эта разница 35 люменов. Я лично их сильно не различаю на таком расстоянии в темноте. Вот у MT-06 точно такой же ход спот. То есть, смотрите, центральная пятнышка яркая и боковая засветка. Дальность луча этого фонарика тоже до 60 метров бьет. Две батарейки. Правда, мизинчиковые. Ну, вот такие показатели. Вот такая яркость. Ну, все. Посмотрели, как светит фонарик. Пишите отзывы. Ставьте свои оценки видео. Значит, ссылка на магазин и где покупал фонарик будет внизу под видео. Всем мира. Пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok